Трамп прав по поводу НАТО Мэттью Уолтер Тэйек, США 16 июля 2018 года Наш главнокомандующий, человек грубый. Многие американцы одержимы гневом по поводу любого его слова или действия. Однако сколь бы невежливо он не излагал свои взгляды, он совершенно прав, говоря, что американцы занимают в НАТО неудачное положение, и что остальным членам этого якобы союза следует немедленно начать платить свою справедливую долю. Зачем на этой неделе был проведен саммит НАТО? Разве все эти люди, во всяком случае те из них, кто хоть немного важен, приношу извинения заместителю командующего славянских ВВС, уверен, что он, очень способный парень, не встретились всего несколько недель назад на саммите Г-7. О чем им было разговаривать и почему журналисты отнеслись к этой череде незначительных встреч, главным предназначением которых было позирование перед камерами, с безоговорочным почтением, будто это была Парижская мирная конференция, а не очередные каникулы для скользких еврократов, способных только пить шампанское на самолетах и носить дорогие синие костюмы без галстуков. Когда этим занимался Скотт Привит, мы заслуженно вышвырнули его в отставку. Когда это делают аппаратчики ООН или ЭС, мы притворяемся, будто это люди необыкновенной культуры и достоинства, а не кучка бездельников, и цитируем в газетах их трусливые выпады в адрес наших лидеров. Кстати, о каникулах. В Евросоюзе работникам положено по меньшей мере 4 недели оплачиваемого отпуска в год. В США работодатель не обязан предоставлять ни дня оплачиваемого отпуска даже матерям, едва родившим ребенка. Они должны немедленно вернуться к своему священному долгу и продолжить участвовать в росте национальной экономики. Гуманные отношения европейцев к тому, что социологи называют соотношением работы и личной жизни, один из многочисленных критериев, по которым немцы, французы и итальянцы живут лучше, чем американцы. В Западной Европе дешевле и качественнее медицинское обслуживание. Там больше платят за меньшее число рабочих часов. У них лучше дороги, школы, еда, намного лучше напитки, дома и мебель. У них чище воздух. Здания, в которых они молятся Господу, красивее наших. Они куда дольше живут. Они даже не получают серьезных наказаний, когда игнорируют свои идиотские запреты на курение. Я – ярый сторонник международной помощи. Я считаю, что оказывать ее – моральный долг каждой обеспеченной страны. Однако есть разница между поставками элементарных лекарств суданским детям и субсидированием трехнедельного летнего отпуска условного Жан-Пьера, пока американские женщины вынуждены жертвовать своей зарплатой в супермаркете, чтобы побыть с детьми. Простите, что веду себя, как отсталый мерзкий ксенофоб. Однако когда напыщенный паршивец попивает вино и втолковывает, что американцы – одновременно кретины, слишком жадные, чтобы позаботиться друг о друге, и всезнающие, всемогущие и всеблагие ангелы, существующие лишь для того, чтобы защитить западный мир от вредного Владимира Путина, у меня краснеет в глазах, белеет и синеет. Я говорю это во многом потому, что в Италии, в Британии, а теперь даже и в Германии их собственное избалованное население готово разорвать в клочья свой нелепый межгосударственный свод законов, поскольку им кажется, что их многочисленным привилегиям угрожает число эмигрантов, которое меркнет по сравнению с количеством новых граждан, ежегодно принимаемых в США на протяжении десятилетий. Существование НАТО зиждется на абсурдной фантазии, что страны вроде Болгарии или Хорватии можно считать союзниками США хоть в сколь-нибудь серьезном смысле. Если завтра начнется война с Китаем или Россией, действительно ли кто-то думает, что баланс сил склонится в нашу сторону силой оружия решительных и опытных мужчин и женщин Черногории, якобы независимой республики с населением, которая едва превышает таковое в Луисвилле, штате Кентукки? Я пытаюсь придумать хоть один аргумент в пользу поддержания нынешнего положения НАТО. Все, что приходит мне в голову, признание того, что США – империя с кучкой вассалов в Европе, которые не могут сами обеспечить свою защиту за счет своих жалких ресурсов. Если это действительно так, возможно им следует быть более благодарными своему императору. Продолжение следует...